Крахмал, глицерин смешивают, пару минут нагревают. Это не химический опыт, а изготовление вкусной съедобной упаковки. Под температурами образуется крахмальный клейстер. Его соединяют с бананом, перемешивают, выкладывают на тарелку и ровно на 7 минут. Помещают в микроволновку. Рецепт вкусной упаковки довольно прост. Это продукт, который мы можем использовать как упаковочный материал. То есть, видите, эта пленка, она достаточно прочная. Из нее можно будет формировать какие-то мешочки, какие-то подставочки под что-то. То есть, например, у меня в виде тарталетки. Предположим, вы купили пироженку, и вместо того, чтобы сложно перерабатываемый материал, в котором обычно продаются такие пироженки, вам могут выдать вот в такой симпатичной тарталетке. А также она съедобная. Это личная разработка магистрантки политехнического вуза Анны Васильевой. Говорит, идея-то особо не нова. Она лишь усовершенствовала ее и вместо яблок использовала бананы-одиночки, которые беспризорно лежат на прилавках и портятся. Кстати, в перспективе будет использовать не только мякоть банана, но и саму кожуру. Кожурку нужно сначала придумать способ ее умягчения, так как она довольно-таки жесткая. Но по содержанию пищевых волокон, собственно, почему я хочу ее использовать, она довольно-таки высока. Кстати, инновационная деятельность в политехническом вузе кипит несколько десятилетий. Ежегодно студенты, молодые ученые защищают не меньше 120 патентов и изобретений в год. Разработка технологии повышения прочности, износостойкости поверхностей металлических изделий, различных машин и различных агрегатов и оборудования. И в этом плане у нас разработаны совершенно интересные технологии, которые можно считать инновационными. И они приводят к повышению прочности в 2-2,5 раза и износостойкость. Машиностроительные предприятия, Воронежский авиационный завод и даже инновационный центр Сколково. Выпускники политехнического университета устраиваются на работу в самые престижные организации страны, где продолжают реализовывать свой творческий потенциал. А что касается Анны Васильевой, то у нее еще все впереди. Девушка планирует доработать вкусную упаковку и запатентовать ее. Надеется в скором времени увидеть банановые пакетики в продаже. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.